Россияне заявили, что беспилотники 11 сентября пытались атаковать военный аэродром «Оленья» в Мурманской области. Окупанты заявили якобы о сбитии двух дронов, об этом пишут российские телеграм-каналы, и за атаки дронов также срочно остановили работу аэропорта Мурманска и в Апатитах. Роман Григорьевич, до этого останавливали работу в Московской области, там тоже летали наши дроны. О том, насколько мы в принципе можем парализовать работу авиакомпаний российских, давайте говорить в принципе об авиации российской, военной и гражданской, насколько мы можем закрыть им небо, в смысле прекратить авиасообщение. Дело в том, что на каждом аэродроме есть определенный порядок действий, то есть определенный алгоритм работы. В зависимости от того, гражданский это аэродром, военный это аэродром или смешанный аэродром, когда на одной и той же полосе базируются и гражданские, и военные службы. Но в основном, как только появляется НЛО, неопознанный летающий объект, включается режим ковер, так называемый, всех садят. Почему? Потому что для понимания процесса, что происходит. То есть одно дело, когда это какой-то российский самолет, неуправляемый, управляемый или там в нерасчетном режиме, оно отвечает на свой-чужой, и он воспринимается как, ну, не воспринимается как угроза. Другое дело, когда это что-то летит, непонятно что, потому что на локаторах же непонятно, что летит. Примерно видна скорость, примерно видна высота полета, но это разведывательный дрон, дрон ли это, либо это, допустим, частный самолет, который идет без транспондера или еще. Ну, то есть много таких моментов, связанных с определением принадлежности летательного аппарата любого уровня, который приводит к тому, что просто включается режим ковер. Потому что если каждый час будут простые какие-нибудь сараи с крыльями залетать в сторону аэродрома, любого, он просто летать не будет. Ну, вот, исходя из вот этих вот режима безопасности. То есть режим ковер не выключится никогда. Поэтому любой наш один дрон, который идет в сторону аэродрома, его ссадит. Причем не только этот аэродром, еще и близлежащий, который может находиться в радиусе, допустим, поражения. Меняются графики полетов. Это слом, ну, довольно-таки серьезной системы, которая работает как часы буквально. Там плюс-минус иногда 30 секунд на посадочном курсе. И это для аэродрома это очень большие убытки. Для авиационной отрасли нерасчетный режим. Полетово это страшнейший убыток. Потому здесь тоже даже просто пролет рядом, еще раз утрирую, сарая с крыльями какого-нибудь. Для российской экономики это уже довольно-таки серьезный удар. Ну, а если еще идет дрон, идет дрон с боевой частью, разные боевые части. Есть 20 килограмм, есть 50, есть 75. На Татарстан заходили вообще наши ниндзи с авиационными бомбами ФАП-100. То есть это 100 килограммовая боевая часть. Поверьте, 100 килограмм, если гэпнет где-нибудь в районе вышки КДП, допустим, или ГСМ, то есть склада горючесмазочных веществ, или просто по аэродромно-техническому оборудованию, мало не покажется. Потому те дроны, которые в последнее время заходят на российские аэродромы, а в основном на военную. Просто так сложилось, что у россиян иногда военные аэродромы, как вот Жуковский, допустим, в Подмосковье. На военной полосе, вернее, на одной полосе базируются и гражданские, и военные части. Причем используются, особенно некоторые воинские подразделения используют полосу для своих таких узконаправленных целей, допустим, для опробирования, для испытания некоторых видов, и вооружений в том числе. Поэтому прикрываются, практически прикрываются гражданскими судами. Но, тем не менее, нам свои рубить, и летали, летаем, и летать будем. Вот сейчас опять увеличилась дальность полетов наших дронов, опять мы видим удары по оленей. Официально они уже признали, вроде сбили три беспилотника. Дальность, ну, это больше тысячи километров, то есть это уже серьезные, буквально это уже самолеты, там, 10-12 метров с размахом крыльев, чтобы дойти до такой, по такой дальности. Можно сказать, это уже беспилотник довольно-таки тяжелый, тяжелый беспилотный летательный аппарат, который выполняет определенную боевую задачу. Это интересно, а линия ведь это не только аэродром. Там ведь и базируются и подводные лодки российские, вот там дальше, и острые. Если говорить о вообще целом таком военной площадке, там, да, там действительно, там, начиная, недалеко, кстати, находятся и склады ядерного оружия. Россияне же практически всю свою стратегическую ядерку стянули туда по долению, как раз под Финляндию, под страну НАТО. Прекрасно понимают, что она когда-то станет натовской страной, тем более в Швеции они вот вошли, а и рядом основные стратегические ядерные хранилища там находятся. 12-е ГУМО стережет, чтобы никто не спер ни один ядерный заряд, и 12-е Главное управление Министерства обороны, оно как раз отвечает за это. Ну, естественно, там рядом базы Северного флота, рядом большие склады авиационного топлива. Представьте, сколько оленей, это база авиационная, стратегических бомбардировщиков. Каждый бомбер, допустим, тот же Ту-160, он же три железнодорожных цистерны в себя вливает, чтобы слетать. А Ту-95 одну же цистерну, то есть там где-то в Ту-160 под 170 тонн горючки, это как раз три цистерны, а в Ту-95 в районе 50-60, то есть в цистерну вливает, это же все где-то хранится. Такая же самая база, допустим, в том же Энгельсе, так там вообще есть подземное так называемое топливное хранилище, в котором залиты тысячи тонн авиационного керосина. Это карстовые пещеры, их переделали, по крайней мере, в закрытое такое серьезное топливохранилище, вроде как подземное, но если их подорвать, так поверьте, там точно половина Энгельса на воздух слетит. Энгельса имеет... Роман Григорьевич, но дронами такое вряд ли можно осуществить? Ну, это ж знать, куда залететь называется. Дело в том, что там есть определенная система вентиляции, вытяжки, ну и так далее, и тому подобное. Довольно-таки серьезная тема, над ней надо еще будет подумать нашему главному управлению разведки. Но уже не говоря о базе, допустим, той же Украинки, но это Дальний Восток, это уже Амур, это туда дальше далеко, 7 тысяч километров на восток, но тем не менее мы же помним, что такое Зелёный Клын, это ж наши украинцы, которые там сто лет живут. Да, ну да, нам название близки уху и сердцу, как-то неправильно нам бить по таким названиям. Мы где-то рядышком, трошки далее. Так, а большой вот этой дроновой атаке, которая в том числе была по Московской области, когда закрывали несколько аэропортов гражданской авиации, там они отчитались 144 вроде дронов, именно отчитали россияне, из них 20 по Московской области. Насколько вот действительно мы можем осуществлять такие массовые удары часто, и какую цель они могут преследовать? Ну, если бы мы часто их могли наносить, мы бы их наносили, раз мы их наносим, ну, сейчас, по крайней мере, раз в полторы-две недели, где-то так. Перед этим, по-моему, за неделю, за полторы была такая же атака, под 150 дронов шло. Ну, то есть это можно говорить, что уже у нас где-то открылись линии по производству, ну, уже серийные, серийное производство этих дронов. Потому что несколько сотен дронов, допустим, даже в течение месяца собрать, так даже 300 дронов в течение месяца, так это же получается каждый день по 10 дронов надо деться собирать. А так как, в принципе, опять же, война математика, да, ну, все же просто. Что такое 10 дронов? Допустим, типа того же «Бобра» или «Лютого». 10 дронов – это, в принципе, в один день их можно сделать, на одном производстве собрать. А вот представьте себе, если бы была поставлена задача, я уже несколько раз это говорил, каждому мэру города, у нас больше 400 городов в Украине, больше 400, каждому мэру города поставить задачу в день хотя бы один беспилотник обеспечить, собрать, купить, неважно, хотя бы один, 400 таких беспилотников в сутки, поверьте, у россиян бы давно уже волос посидел или повыпадал. Ну, по крайней мере, на дальность действия этих дронов, да, до Энгельса так это точно. Обезопасили бы уже все и вся, я уже сколько раз говорил, горсоветы, мэрии надо переподключать на производство, вообще разворачивать на военное производство, они травку красить и плитку перекладывать. Ну, это такое отвлеченное понятие чисто для понимания процесса, то есть 10 дронов в сутки – это мало. Почему мало? Вот получается, что мы раз в неделю, это если сильно напряжемся, то раз в неделю можем создать определенную дроновую атаку. Такую атаку надо создавать каждый день по 300-400 дронов. Тогда будет такой реальный результат. А пока мы сейчас с вами говорим о перспективах, то есть о возможности, возможности у нас уже есть, ну, то есть они уже видны, то есть у нас есть достаточное количество целей, у нас хорошо работает разведка, главное управление разведки, служба внешней разведки, контрразведка служб безопасности, силы спецоперации, разведка пограничников. Все это работает, целеуказание отрабатывается, естественно, у нас есть маршрутизация по этим целям. Недостаток только именно самих тротов. Я когда-то уже говорил, подходить к этому еще надо. Сейчас у нас спецслужбы этим занимаются, но это же не их работа, в конце концов. Это работа рода войск, только не такой, который мы придумали сейчас, общий род сил беспилотных операций, да, а переводить в режим уже воздушных сил, то есть заниматься воздухом дальним, по крайней мере, стратегическими беспилотниками должна авиация. Почему? Потому что инженеры, летчики прекрасно понимают, как это все летает, намного проще будут выполняться эти задачи. Поэтому надо и освободить спецслужбы, в конце концов, для того, чтобы они занимались своей непосредственной работой. То есть, правильно я понимаю, разделить ПВО и военно-воздушные силы, авиацию и вот эти силы БПЛА отнести к авиации? Стратегические. Нет, тут я четко сказал, стратегические беспилотники, тяжелые беспилотники с дальностью за 300 километров, не прямым управлением. Вот с прямым управлением оперативное, это могут и спецслужбы заниматься по месту, потому что там оператор сидит и управляет дроном, пусть там на 7-8 километров FPV, на 40 тактическим, либо оперативным на 150-200 километров, насколько есть дальности. А вот все, что летит уже за пределы прямого управления, это однозначно должны заниматься военно-воздушные силы. То есть, это уже серьезная военно-воздушная задача. Так, я думаю, зритель услышал, что да, где-то вводит сирена, угроза баллистики Киев и ряд областей, в которых объявлена воздушная тревога, пишут прямо сейчас. Поэтому, друзья, пожалуйста, будьте максимально осторожны и внимательны. А мы идем дальше. Кстати, удивительно, хотя неудивительно, давайте вот сейчас разберем. Я сказал сразу, а потом осекся. Это раньше, когда высокие гости приезжали в Киев, собирались, это было неким предохранителем, что ли. Особенно мы можем вспомнить накануне широкомасштабного вторжения в феврале 22-го года. Высокие гости чуть ли не каждый день приезжали в Киев, как бы тем самым гарантируя, что ли, не начало вторжения. Вот. Ну, все равно не хватило такого количества гостей. Они в какой-то момент все равно закончились, вторжение все равно случилось. Сегодня в Киеве и Энтони Блинкен, и глава МИД Великобритании, и другие высокие гости на Крымской платформе. И вот казалось бы, что, ну вот, как будет сегодня с тревогами, как будет сегодня с баллистикой, а баллистика есть у россиян, мы будем об этом говорить, и иранская, и северокорейская подъехала, свежая. Как думаете, вот россияне сейчас заинтересованы нанести по Киеву удары баллистикой в тот момент, когда в Киеве большое количество западных гостей? Ну, по Киеву могут однозначно отработать, просто они понимают КПД этой работы. Почему Киев, по Киеву наносятся сейчас в последнее время удары в основном шахедами. Они пытаются засушить систему ПВО Киева, ну, Киева, Киевская область, понимая, что по шахедам приходится иногда использовать очень дорогущие ракеты. И они будут стараться в основном шахедами давить, не исключено, что и эта ночь будет тоже такая около шахедная, так это точно. Ну, а баллистику здесь у россиян есть, дело в том, что даже под баллистику проводятся определенные мероприятия по разведке, доразведке, корректировке, то есть это целый процесс по целям. И он не связан, ну, немножко он не связан с приездами больших или там небольших гостей. То есть у них это планы военных, они утверждаются, расписываются. И да, их можно как-то остановить, если прошла команда, допустим, там, не стрелять сегодня, там, с такого-то по такое-то время. Но реально все эти планы расписаны. То есть примерно то, что будет лететь сегодня, оно расписывалось еще на прошлой неделе. Ну, это для понимания процесса. И если они остановят работу ракетных войск российских или там авиации российской, то они как летели, как были расписаны, они так и полетят. Без привязки к приезду гостей. Это единственное, что если приезд гостей до этого согласован с Москвой. Это ж возможно. У них есть определенные связи и могут быть такие, такого рода согласования, что вот на данный момент с такого-то по такое-то время желательно, чтобы туда ничего не летело, потому что там будет там либо секретарь, госсекретарь, вице-президент или еще кто-нибудь в зависимости. Роман Григорьевич, ремарку, наверное, справлю вот у вас, попрошу. Такого рода договоренности идут же не через Украину, тут же Вашингтон-Москва напрямую договариваются уже. Напрямую, конечно, да. Напрямую, то есть это согласование, особенно по перемещению первых лиц, ну, так принято при определенных контактах, а они есть у Вашингтона. Мы это прекрасно знаем. Понятно, конечно. Конечно. Так, про визит высоких гостей и зачем приехали, что, может быть, привезли. А если привезли, расскажут ли об этом. Но перед этим попрошу вас нажать кнопку «Лайк нравится». Это важно для Ютуба, да и для меня тоже важно. Что вас тут скрывать? Нажмите, пожалуйста, прямо сейчас «Лайк нравится». Итак, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали с совместным визитом в Украину. В Киеве Блинкен и Лэмми встретятся с президентом Зеленским, чиновниками из правительства Украины. В Кремле считают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет «Атакамс» для нанесения ударов по территории России со стороны Украины. Пока заявлений сделано в Киеве не было относительно разрешения использовать западное оружие по территории Российской Федерации, осторожно высказался наш британский гость. И вот со слов британского гостя можно сделать вывод, что даже если это решение привезли сегодня в Киев, публично о нем пока говорить не будут. По крайней мере, я так понял, читая между срок заявления. Мол, если даже об этом сказать, то выиграет от этого только Путин от этого заявления. Ну и плюс Блинкин сказал сегодня, что Зеленский и Байден встретятся в Вашингтоне через два дня. Поэтому я не исключаю, что если таковое разрешение в Киев и было привезено сегодня, то публично о нем, скорее всего, скажут через два дня на пресс-конференции совместной Байдена и Зеленского. Роман Григорьевич, что думаете? Ну, я всегда при такого рода посылах, ну, они видны. Знаете, в свое время был мультик такой советский старый, «Марио идет, грабит банк». Помните его, да? Нет, не помню. Ну, очень хороший мультик. Марио в Италии там рассказывал в одном из городов всем, что он собирается грабить банк, и весь город об этом знал. Все ждали, когда он в конце концов грабит банк, и привели к тому, что нашли этого Марио и отнесли в этот банк, чтобы он его пограбил. Ну, примерно так. Вот Марио идет грабить банк. Вот это примерно та же картина. Сейчас мы это видим. То есть несколько недель все носятся с идеей ограбить банк в этом смысле, с точки зрения мультика, либо дать разрешение работать украинским войскам по российской территории. Для чего? Для того, чтобы россияне убрали все свои самолеты с дальности 300 килограмм. Вот и все. Вот это вот, это с этой точки зрения технической, военной. Россияне действительно убрали сейчас большинство своих самолетов с дальности в 300 километров. То есть сейчас даже если нам дадут разрешение работать по, вернее, тем вооружениям, которые у нас есть или нам передадут, мы ни одного самолета не уничтожим. Их уже там просто нет. Это раз. Второе. Каким вооружить? То есть Storm Shadow с Калпами, а это авиационные платформы, вернее, авиационного пуска, там дальность 250 километров. Атакамсами, да, 300 километров, но ни один Хаймерс для пуска Атакамса, естественно, границы не подойдет. Километров за 50-70 будет стоять, значит, километров за 200 мы максимум можем достать. А там, по большому счету, тоже уже ничего нет такого, чтобы можно было действительно отработать этими ракетами и баллистическими, и крылаками. Россиянам в течение нескольких месяцев внушали, что это разрешение будет, в конце концов. Почему? Потому что есть вопросы, серьезные вопросы у Конгресса, у там уже несколько двухпалатных таких бригад серьезных, были организованы группы для давления на Белый дом, причем еще впереди предвыборная кампания. Потому что дали россиянам возможность уйти. Я оптимист по натуре, вопросов нет, но здесь видна вот такая работа. Работа наших партнеров на противодействие некоторым нашим запросам, как минимум. И не дали нам отработать, реально не дали. Дали возможность россиянам уйти. Потому что даже если завтра скажут о том, что разрешили нам работать, или там через два дня нам скажут, то это все уже Марио идет грабить банк. Это для информационного потока и больше ни для чего. Мы вспоминаем, как с великой помпой ездили, возили бумажку. Помните, целая делегация украинская напечатала бумажку целей и повезла их в Соединенные Штаты. Представляете, как это было подано? Туда съездили, угробили народные деньги, вернулись, бумажку оставили. А теперь уже американские политики эту бумажку, скорее всего, подписанную с целями, вернули обратно. И тогда еще говорил, если не понимаете, как пользоваться интернетом сейчас на данный момент, ну, факс хотя бы достаньте с прошлого тысячелетия. Я уже не говорю про пейджеры. Слишком давно это было. Но можно было бы эту бумажку и туда с целями обратно, с подтверждением, прогнать просто по определенной сети. Это было занимало... Александр Григорьевич, ну а как же тет-а-тет, глаза в глаза, личная встреча? Вы просто сухую диджитализацию предлагаете, смсками обмениваться, все, а как же заглянуть в глаза партнеру политическому? Ну, понятно. Это проблема политиков, им надо из мухи сделать... И на этом слоне куда-то заехать. Ну, вот примерно так. Ну, я ж военный. Вы что, военного спрашиваете? Я вам рассказываю, как это видится с точки зрения... Это я ж не политический, я ж не политический обозреватель. Я политические моменты всегда освещаю с точки зрения военного. Вот как военный видит вот эту вот мишуру политическую, то есть возьмем вот эту, и как от нее воняет, и как мы это воспринимаем. То есть вот Марио идет грабить банк. Я ж говорю, у Мирова поехал, Марио туда повез бумажку, обратно ее привез Блинкен. Ну, два Марио получилось. Ну, что с этим? А мы, кстати, самое интересное, ни одна ракета на территорию Российской Федерации не полетела до сих пор. То есть мы сейчас проговариваем, на чем? Да ни о чем. Ну, реально пока ни о чем. Приезд Блинкена в Киев. Привезли бумажку. Да, разрешениями все же не заканчивается. Надо же, как-то и на днях президент Зеленский говорил о том, что разрешение, мало разрешения, нужны еще сами ракеты. Потому что, и намеку, не называя страну, Владимир Зеленский сказал президент Украины, что мало разрешения, вот надо, кроме разрешения, чтобы еще и ракеты передали. Явно намекая на какую-то из стран, возможно, ту же Великобританию, которая как бы разрешает, да, больше разрешает, чем не разрешает, но надо еще в наличии иметь то, чем можно, собственно, ударить. Ну, это как и Ф-16. Вот, передали Ф-16, только не, это же простая платформа с пушкой, то есть, крыло, двигатели, самолет и пушка. Все, передали Ф-16, пофотографировали с Ф-16, рассказали на всех форумах, где только можно было рассказать. Украина получила Ф-16, получила и, а дали что-нибудь, чтобы работать этими Ф-16, ни одной ракеты, которая могла бы работать по российской территории, ни одного Джазма до сих пор, не передана с этим МАЭ-16. Дали рогатку, а не дали, чем с нее пулять. Ну, вот примерно так. И вот мы сейчас можем с вами проговорить, мы сколько ждали этих Ф-16. Да, дождались, вон они стоят, пылятся где-то, допустим, ну, или гоняются за воробьями. А что им еще делать? Работать в реальной, в тех задачах, которые может выполнять Ф-16, и нам просто не дали механизма. Вот и все. Примерно о том, скорее всего, все и говорят, что дали разрешение, а не дали ракеты. Дали самолеты, а не дали ракеты. Ну, вот примерно так. Опять же, где там тот банк, где там тот Марио, на чем они еще пытаются попиариться? Пока это политический пиар, не более того. Видите, у Романа Григорьевича позиция человека военного, и вот сам Роман Григорьевич об этом говорит. Я как раз вижу задачи дипломатов и политиков, вот эти поездки, визиты, и во многом непубличные встречи, то, что порой, часто, зачастую остается как раз за кадром. Поэтому полетел умер в Америку? Хорошо. Полетел Ермак в Вашингтон? Замечательно. Поедет Зеленский послезавтра, через два дня на встречу к Байдену, и к Харрис, и Трампу на заявленные эти встречи, еще лучше. Эти встречи должны быть сухая, сухая переброска информации с запросами «пришлите нам десять, значит, пар обуви», или там, что-то, помните, ну, в общем, неважно, с какой-то ракет. Может быть, просто ответ «нет». А здесь, когда есть личная встреча, мне кажется, в этом во многом и задача дипломатов и политиков. Если вы говорите про военных, да, военный должен быть на войне, ну, или в штабе, что тоже является частью войны. А вот как раз тот же министр обороны у нас человек гражданский. Пусть выполняет эту функцию дипломаты, того, кто налаживает обеспечение тыла, обеспечение боекомплекта и так далее. Ну, тогда надо уволить просто-напросто нашего посла или послицу в Соединенных Штатах, потому что это ее работа непосредственно. А раз она с ней не справляется, приходится кому-то еще замещать ее работу. Ну, это мы сейчас уйдем в такие политические дебри. Больше все-таки это политика, связанная с пиаром, особенно перед какими-то выборами либо с какой-нибудь проблемой. пиар и больше ничего. Пока я, по крайней мере, кроме пиара здесь ничего не пишу. Субтитры сделал DimaTorzok